Пострадали из-за собственной доверчивости. 9 пенсионеров жителей Подмосковья стали жертвами обмана очередных мошенников. Представляясь почтальоном, женщина беспрепятственно проникала в квартиры пожилых людей и предлагала поменять якобы вышедшие из оборота старые деньги на новые, которые оказались купюрами банка приколов. Таким образом, вместе с подельником она заработала миллион рублей. Задержали подозреваемых серпуховские оперативники вместе с коллегами из областного управления и колонны. Полиция, вставай. Вставай, полиция. Даже трудно подумать, что так крепко и сладко, как младенец, может спать совершившие преступления. Судя по всему, совесть его совсем не тревожит. Ведь у людей, живущих на небольшую пенсию, вместе со своей знакомой он отбирал, возможно, последнее. На что рассчитывал этот 28-летний мужчина, согласившись стать партнером опытной мошенницы. Я их не обижала. Нет. Вы думаете, я их обижала? Нет, я поэтому и спрашиваю. Нет, нет, нет. Они не сами. Я спокойно разговариваю с ними. Они не сами говорили. Опыт, войти в доверие к людям, у этой женщины имелся. Как оказалось, она уже была осудима за подобные деяния. Поверили ее рассказам о том, что сегодня в стране идет обмен старых денег на новые, и жители села Росеменовское, соседних Протвино, Пущино оставили след аферисты и в Сергиевом посаде, и Колумния. Даже не проверив наличие документов, у лжепочтальонов люди поменяли свои кровные на купюры банка приколов. После обмена женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. В ходе обыска в квартирах правонарушителей обнаружены и изъяты мобильные телефоны, купюры банка приколов, сим-карты, ноутбуки, а также база данных граждан. Очень я раскаиваюсь и сожалею за все. Мне очень плохо. Морально и физически мне плохо. Я знаю, что я перед Богом сейчас очень виновата перед этими стариками, перед людьми, что я сделала за свою жизнь. Сегодня мошенница сожалеет о содеянном, но почему-то этим признанием и крокодильным слезам веры нет. Сейчас у меня рак головы. Сейчас анализы идут. Мне осталось жить мало. Все равно и беременная. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, без предоставления документов, удостоверяющих личность человека, в квартиру пускать нельзя, особенно того, кто предлагает столь сомнительные услуги, как обмен денег. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Их проверяют на причастность к другим преступлениям. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.